захотела я поесть химкали вон там галатская башня находится по этой улочке надо подняться вверх для химкали ну черт побери вот в этом здании находится местная проститутошная и приличные дамы с детьми и с мужьями туда не ходят и у нас теперь задача блин как ну как будто туристы ходят но если бы там пошли местные это будет вызвало некоторые вопросы и мы сейчас нашли парковку сзади фото парк и меня муж весь перематерился на 55 раз тем что мы в этот ресторан залезли ты где его нашла ты вообще я не знаю в общем нашли где ресторан открыть муж у меня был очень злой в гневе просто и представляете вверх эти наверное 50 градусов наверно наклона то и больше пойдем искать этот ресторан обожаю просто химкали опа муж мой кстати ни разу не пробовал короче пришли мы все эти страшные на галатской башне возвышения мы пришли а ресторан закрыт пипец я думала мне муж просто съест но мы зашли вот такой рядышком кафе кафе это архитектурно как это вот арк и кафе арт-галерея и кафе здесь очень интересный дизайн всякие штуки-дрюки интересные едят туристы в основном на станции там даже в магазинчик какие-то платья продают самодельные для машины ездят кто-то вот здесь представляете живет всем привет мы снова на султанахмеди но вы мне сказали что вам эти виды не надоедает поэтому когда я здесь оказываюсь я все равно вам что-то снимаю новенькое сегодня видите какая дымка над городом и сегодня нас утро встретила очень сильным туманом сегодня воскресенье середина октября нас так радует погода 26 градусов хоть и прохладный ветерок есть но все равно очень много туристов из россии здесь у нас ая софья и смотрите сколько народу блин это время 11 12 утра ну как бы полуобед такой и суббота да сегодня суббота и все блин на парковке даже места не было припарковаться даже турки погода теплая 26 поэтому даже турки здесь активно в центре гуляют трамвайчик там едет вот это фонтан центре султанахмед площади ой какая красота у нас чудная теплая погода ощущение что ты весна и прям запах весны как будто сейчас апрель месяц очень круто вот она бабье лето по-турецки получается ая софья вот кафе возле ая софья мы все раньше в нем всегда сидели у них по ходу поменялся директор я бы вам реально с не советую сюда идти особенно выходные дни очень много людей просто сесть негде но это окей это центр города без проблем но блин отвратительное обслуживание к вам никогда не подойдет официант тысячу лет его ждать меню они уже не дают раньше было непонятно с потолка берут цены которые естественно выше чем везде в городе но это тоже нормально но отвратительное обслуживание очень хамское поведение официантов если блин те не нравится работа блин они работы найди другую так что это кафе я вам не советую есть там ничего там всякие тосты моста типа вот перекусом какой-то легкий но это не вкусно и даже то стоите все можно здесь в турции даже на этой же площади султан ахмед повкуснее получше найти полная ерунда вот тут прям категорически не советую а сейчас мы подходим к и софи к входу вот кстати очередь сегодня не очень большая когда мы приехали где-то 12 часов дня еще больше было хочу вам заснять стоимость билета вая софию вот кстати есть кассах и злые для честь и честь это быстрый вход и хочу вам сейчас заснять сколько стоит овощи очереди фактически нет я как-то была в однажды в очереди вообще он там в конце в самом будние дни еще меньше будет вот смотрите 375 лир музей паскарта и есть за 220 15 дней за 375 и 5 дней музеев за 220 род за 5 дней кстати очень на 12 музеев распространяется очень кстати актуальная карта я покупила потому что 5 дней могут по музеям посчитаться за шею хватит 15 дней это многовато будет так 70 вот 72 лиры цена за этот за билет ваю софью вот актуальная информация раньше дешевле бы 70 что-то ну дофига открывается музей в 9 утра закрывается в 19.00 носа последний вход в музей 18 00 кто-то кому-то доставку еды сотрудникам принес 72 лиры стоит билет вот даже туристы из казахстана таки семьдесят женщины удивились да я считаю что 72 лир это очень дорого для меня понимаю что так клёвый музей у его нужно посетить но на один раз потом как бы короче не знаю я решайте конечно сами но я считаю что на один раз да ну от 7 2 лиры кстати считайте билет стоит в этот приколю софию хотя она и дорогая одна из самых дорогих музеев будет для визита вот проще за 220 на 5 дней купить и посещать кстати это выгодно а вот видите карта 220 лет 5 дней и вот ваю софию хоть каждый день наверно ходи всякие семиты булочки вам же нужна атмосфера наша стамбульская вот все для вас все для вас красота какая моя любимая кафе на султана ахмеде здесь абсолютно адекватные цены как в каком-нибудь мадор до цены как а сейчас мишку положить цены как мадор абсолютно адекватные 17 18 лир мухалибин 20 лир баклава в среднем нормальная адекватная цена обожают 3 леча обожаю 1250 недорого абсолютно мои любимые вот это инжирные мхалибин вот это тоже очень вкусный само место она полностью турецко-султан абсолютно такой царский султанский стиль это кафе с 1864 года картина стиле дервишей это чисто турецкая тема это в подвале такое помещение здесь еще и сувениры продают всякие сладости всякие орешки шоколадные в общем дела печеньки и все такое такое куплю маме свои на гостиничек отправлю это кстати турчанки сидят покрытые не туристов но туристов тут вообще много очень старое историческое место тут очень круто а вот и наши сладости пришли так баклава у нас а мой инжирные мхалибе еще у нас будет баклава и всякие кофе-чаи небольшую тканьте хочу вам снять в этом кафе и все такое старое и кайфовое тут также на вынос упакуют как всегда баклавуешь всякие вкусняшки сувениры тут же продают я вам рассказывал что возле моста где слутан ахмед это же кафе мое любимое вот здесь она есть прилично вот оно как оно красиво выглядит здесь тортики какие все очень вкусно кто соскучился по турецкой баклаве каштаны орехами напичканые давайте посмотрим как это пройти фисташки даже продают 37 лир сколько 250 грамм но с фисташки уродливые нехорошего качества луком хорошо весит эта коробочка 30 лир 240 грамм чё так нормальная цена для туристов вот эта коробка тяжелая 60 лир кофе естественно кофе 27 лир 75 грамм колония руки протирать она везде такая продается можно в любом магазине купить в графике даже в кинтическом симпатичные наборы для кофе турка 170 грамм 27 а нет это кофе цена пардон цена стертая у турки на этим это на кофе ценники нет цены на коробочки ну на турку и на сервис я хочу купить а кстати здесь даже есть бал это мед такой красивой коробки идет смотрите и так она сверху чик закрывается очень симпатичная на подарки хафиз хафиз мустафа называется все эти это это варенье из чего тут паштаны паштаны а еще в виде галатской башни сувенирные дрожжи всякие шоколадные 63 лиры лукумчик мелкий вроде куш лукуму называется да куш лукуму 30 лир такая коробка пол килограмма почти маленькая сувенирная 23 лиры большая ну а это вот шоколадные орешки шоколаде всякие 52 лиры и вот это очень симпатичная коробочка 60 лет и 50 копеек это 400 грамм прикольно так стать купить на работу там если вам гасить вот кстати мед в сотах смотрите как красиво он упакован мой супер цены нету очень красиво симпатично она и вот такие баночки тоже 87 лир просто не коробочка баночка а вот кстати так подариф тесто и ой не закрытая без крышки стоит это 150 лиры лукум вот это а это когда их и нуга которая как лук это тоже 150 лир стоит баночка красивая подарочная это кадаив а внутри нуга которая лукум короче говоря видимо где вот такая маленькая баночка тубус 35 лир дорого честно скажу что эти сладости на самом деле в куру и мышь каких-то магазинах на рост где-то можно купить без упаковки подарочной гораздо дешевле конечно стоит вот так что спасибо здрасте здрасте спасибо всем за внимание большое вот такие цены на сувениры в стамбуле в центре стамбул это султан ахмед вот он выход лизан послушайте вот голубая мечеть вот работающая мечеть у входа в это кафе а в ту сторону будет гранд-пазар так что вот оно кафе спасибо за внимание жду ваши комментарии этому видео всем пока